Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я затеял готовить паэлью и думаю, дай-ка я сниму. Несмотря на то, что на канале уже есть несколько роликов про нее, я регулярно встречаю какие-то фантазии на тему паэльи с какими-то бредовыми идеями. Хочу сегодня развеять, так сказать, мифы, так как живу в регионе Валенсии, а Валенсия – это родина паэльи. Итак, паэлью у меня будет сегодня на тему валенсианской все-таки. Но не совсем валенсианская. Главное, что хочу сказать, что паэлью может приготовить любой, в домашних условиях, без всяких выкрутасов, все очень даже просто. Что самое важное для паэльи? Самое важное для паэльи – четко выбрать размер сковороды, на которой вы готовите. У меня вот такая. Как ее выбирать? Чем больше размер сковороды, тем больше персот вы сможете накормить с этой сковороды. Самое важное – выбрать правильное соотношение между количеством риса и количеством жидкости, в моем случае бульона. Чем меньше площадь, на которой вы готовите рис, тем большая высота жидкости ей составит при одинаковом соотношении. То есть в стандарте я беру на 100 граммов риса 2,5 стакана, то есть получается стакан 250 мл, я считаю, на 600 граммов риса 1,5 литра бульона. Вот такой расчет. Или на 400, соответственно, литр. 100 грамм риса на человека. 100 грамм, грубо говоря, мясных каких-то продуктов, если мы говорим про вальнесанскую паэлью, на человека 100-150. Плюс овощная составляющая. Так вот, для того, чтобы рис не разварился при таком соотношении в кашу, а в паэлью нужно быть рельденте, слой риса в вашей посуде не должен быть больше 7-8 мм. Показываю. Разравниваю. То есть вот этой сковороды хватит, чтобы приготовить 600 граммов риса. Ну, то есть на 6 человек появились. Вот, смотрите, вот слой. Видите? Если слой риса будет больше, соответственно, слой воды тоже будет больше, он при таком соотношении бульона и риса разварится в кашу. Это самый важный параметр. Если у вас нет такой большой сковороды, и хотите приготовить на большое количество народу, то готовьте в двух сковородах. Все очень просто. Не надо пытаться запихнуть все в одну посудину, есть она у нас небольшого размера. Итак, для сегодняшней паэльи мне понадобятся куски курицы. Здесь бедрышко, крылышко нарезанное. Свиные ребрышки я взял. И кролик кусочки. Валенсианская паэлья обычно готовится одновременно из курицы и кролика. Дальше я нарезал для красоты сладкого болгарского перца и зеленого болгарского перца. Взял, опять же, для красоты, это необязательный параметр, брокколи зеленое. Нарезал спаржи тоже, необязательно совершенно. Очень желательно взять широкую зеленую фасоль. Я ее вот разморозил, была замороженная. И вот такие вот бобы, графон. Если нет, не переживайте, не страшно. Просто они именно для валенсианской желательны по вкусу. Естественно, рис. Очень желательно. Бульон. Он такой мутный, потому что сварен с целой кучей овощей. Здесь у меня и картошка, и морковь присутствует, и сельдерей. Короче, груда всего. И лук тоже предварительно слегка обжаренный. Обязательно ароматное оливковое масло, оно для вкуса. Это важно. Выбирайте самый вкус, самый ароматный. И очень желательно иметь ньюросы для вкуса. Ньюросы – это вот такой вот перец. Сухой, вяленый, ароматный. Если его нет, используйте паприку. Это будет не совсем то по вкусу, но подойдет. Сухая паприка, я имею в виду. Из ньюросов готовится паста. Сальморетто называется. Самая примитивная. Что делается? Разогреваете оливковое масло ароматное в небольшое количество. Для такой паэли понадобится 2-3 столовых ложки. Туда выкладываете ньюросов. Если у вас паприка, то где-то половину столовой ложки сухой паприки. Слегка прогреваете. Туда же зубчиков чеснока 4-5 штук целых очищенных. Прогреваете. Туда вливаете где-нибудь 150-200 мл томатной пасты, а лучше протертых томатов. Даете закипеть. Добавляете хороший такой пучок рубленой петрушки. В блендер блендируете и получаете вот такую пасту. Смотрите. Это ароматная паста, которая создает цвет паэли, которая создает аромат в ней. И которая и является самым основным вкусообразующим элементом паэли. Итак, поехали. Сначала начинаем разогревать в коварду, а в ней греем масло. Начинается с обжарки мяса. Мясо обжаривается не до готовности, только до румяности. Поехали. Делается все очень быстро. Подрумянили с одной стороны, перевернули, раздвинули в сторону и положили овощи. Вот уже можно переворачивать. Как только подрумянили со всех сторон, получили поджаристую такую корочку, можно разлегать все стороны и укладывать сюда овощи. Сначала укладывается фасоль, зеленый, вот этот графон, если она у вас есть. Если нет, вы укладываете другие. Основной принцип, соображайте, насколько быстро все это готовится. Тот же самый сладкий перец готовится быстро, поэтому его мы будем класть в самом конце. Буквально одну минуту для фасоли, влагомасло горячее, и я добавляю сальмаректу, эту ароматную пасту. Вот сейчас очень важный момент. Смотрите, если бы я готовил паэлью не мясную, а из морепродуктов, то сейчас, после сальмаректы, я выложу сюда уже рис. Иначе бы рис обжарить, чтобы он тоже пропитался всеми ароматными штуками из сальмаректы. Но, я готовлю мясную паэлью. Мясо готовится значительно дольше, чем морепродукты, поэтому рис здесь будет выкладываться потом. Сейчас я наливаю сюда бульон и все это будет вариться. То есть, задача сварить мясо. Мы получили подрумянинные бачка поджаристые, они дадут свой вкус бульон дополнительно. И сейчас это мясо нужно сварить практически до готовности. Те овощи, которые готовятся относительно быстро, как я уже сказал, будут заложены в самую последнюю очередь. Все варю до готовности мяса. Когда оно будет полностью готово, ну, не совсем. То есть, когда ему останется буквально 20 минут до готовности, уже до окончательной, когда мясо начнет сваливаться с косточек. Но после этого можно продолжать. Перерыв. Так, прошло 20 минут, и вот так все выглядит. Мясо уже почти готово, недолго ему осталось. Можно класть рис. Да, насчет риса не сказал. Я использую классический сорт для паэльи, сорт бомба. Он культивируется в наших краях. Если не найдете такой, можете брать обычный круглозерный рис. Мелкий. Какой найдете? Краснодарский. Но думаю, что лучший подойдет, если не будет сорта бомба. Рис для сушек. Как раз и такой, какой нужно. Мелкий, круглозерный. Вполне все годится. Я его не мою. Он продается у нас достаточно чистым. Если у вас грязный, промывайте, немножко просушите и его потом выкладывайте. Кладем. А сейчас нужно добиться, чтобы весь рис был погружен в бульон. Для этого я его сначала перемешаю. А потом переверну каждый кусочек мяса, который здесь лежал. На кусочках мяса тоже рис есть, правильно? Очень важно добиться равномерного распределения риса по всей площади сковороды. Все. Рис варится, впитывает в себя все эти ароматические вещества бульона. Вода выкипает, рис становится классным. И сейчас самое время положить те овощи, которые варятся относительно долго. Рис варится минут 20, поэтому я кладу сюда брокколи и кладу вот эти вот корешки спаржи. А кончики спаржи со свете вот эти, они более быстро готовятся, положу в самом конце. Прошло 10 минут, и самое время положить сладкий перец. То есть он на этом полуароматном сверху лежа за 10 минут как раз вполне приготовится. Но сначала нужно немножечко потрясти паэлью, чтобы ее оторвать от дна. Смотрите. Перец и для вкуса, и для красоты. Поэтому так укладываю. Вот так. Ну и ростки, соответственно, спаржи. Вот так. Обратили внимание, рис почти все впитал, осталось совсем-совсем немного. Вот сейчас мы убавляем огонь, и нужно накрыть всю паэлью большой крышкой. У меня такой крышки нет, но, по моим наблюдениям, испанцы редко крышки используют, они в фольгу. Собирают такой большой пакет и укрывают. Я так и сделаю. Все, минут через 5, наверное, выключаю огонь и оставляю настаиваться рису, напариваться еще на 20 минут. И после этого мы с вами встречаемся за столом. Паэлья готова, но подавать ее нужно обязательно с нарезанным лимончиком. Потому что, видимо, ее испанцы очень любят пересаливать. И вот, чтобы немножко сгладить эту соленость, я, например, очень люблю сбрызнуть лимончиком. Да и, в принципе, ее всегда в ресторане подают с нарезанными дольками лимона. А нарезать надо ножами Самура, в данном случае серии Альфа. Промокод «Фреска» получит скидку. Все, долгожданный момент пробы. Вы уже такой голодный, вы не представляете. Так, сначала я зачерпну риса, пропитавшегося всеми этими ароматными штуками. Смотрите, какой. Очень вкусно. Вкус паэльи зависит от богатства положенных овощей и богатства бульона. Классическую валенсианскую паэлью никакого бульона не добавляют, просто льют воду. И она набирает вкус за счет кусочков кролика, курицы, свинины, если используется. И, как вы понимаете, если кролик и ваша курица вкусные, то есть это ароматное фермерское мясо, а не какой-то там быстрый рулер, то и паэлью будет вкусной. А если они так себешные, то и вкуса не получат паэлью. Поэтому надо выправлять его бульоном. Поэтому бульон делаем насыщенный. Так, ну и что я хочу утащить? Я, наверное, хочу утащить. Да, вот я хочу ребрышко свинины утащить. Посмотрите, какое. Посмотрите, какое ребрышко. Видите, оно поджарилось. Оно абсолютно готово, потому что пропиталось. Посмотрите, какое. Вкуснямба. Нежная, вкусная. И обязательно надо полить лимонным соком. Вот попробуйте. Это очень вкусно. Все, на этом позвольте закончить. Доедать буду за кадром. Огромное спасибо за компанию. Готовьте паэлью на двух сковородках, на трех сковородках. Применяйте самые разные овощи, какие вы туда добавите. Чем ярче вы сделаете свою паэлью, тем она будет вкуснее. И не паритесь по поводу порядка закладки. Что только так и никак иначе. Нет, порядок закладки в каждом конкретном случае паэлью определяется теми продуктами, которые вы используете для нее. В книге о паэлье валенсианской, больше 150 видов, по-моему, я специально не считал. Короче, она самая разная. Главное, тонкий слой, рис, пропитавшийся этими ароматами, и богатство использованных продуктов. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова